Девушка из блуждающей могилы 2019 год. Стык февраля и марта. Туман. Сырость и холод. Срывающийся за окнами редкий колючий снег. Такое ощущение, что время остановилось, а едва ползущие стрелки часов в сонном полумраке гостиной почти остановились. Тишина. Спящие коты расположились каждый в своем заранее выбранном месте. Кто в уютном теплом кресле, кто на убаюкивающе шумящем горячем котле. В такие моменты ничего не хочется делать, а лишь предаваться воспоминаниям, погружаясь в события, произошедшие несколько лет назад, мысленно снова их проживая и анализируя. Порыв ветра, хлестнув по лицам, внезапно потерял свой пыл, растворившись где-то в загадочно прошелестевших кустах. Однако, где же самая могила? Вячеслав в недоумении остановился, вглядываясь в хитрое навороченное переплетение старых, покосившихся от времени крестов и вычурных разномастных надгробий, многие из которых, как мы уже знали, датированы концом позапрошлого века. Странно. Разумеется, я знал, чего он тут ищет. Если конкретно, ему хочется снова увидеть могилу той симпатичной покойницы, умершей в молодом возрасте, причем отнюдь не сотню лет назад, а уже почти в наши времена, в результате человеческой жестокости, о чем можно было узнать, прочитав выбитую на черном барельефе под портретом надпись, которую он тот памятный день и прочитал вслух, перешагнув через не так давно окрашенную низкую черную ограду. «Смотри-ка, до чего странный эффект! Как бы я ни перемещался вокруг памятника, меня не покидает ощущение, что ее глаза внимательно следуют за мной во все стороны», заявил мой спутник, на сей раз не став перешагивать через низкую ограду ее территории, а выйдя по всем правилам через зловеще скрипнувшую калитку. «Вообще-то на эту могилу мы набрели совершенно случайно, свернув с причудливо петляющей вокруг оград тропы и пытаясь сократить себе путь к выходу на другую сторону кладбища». «Да, действительно странно. Прям блуждающая могила. Кажется, я где-то об этом читал», – заметил я, думая о своем, и вовсе не сожалея о пропаже могилы. «А давай-ка покружим по этим тропкам и ее поищем», – внес предложение Вячеслав. «Я отказался. В прошлый раз, едва мы отошли от Черной ограды, Вячеслав вдруг пожаловался на накатившую слабость в ногах и даже присел на ближайшую лавочку. «Нет, я все-таки хочу ее найти. Не могла же она внезапно исчезнуть», – настаивал Вячеслав. «Что ж, скорее всего, нет. Во всяком случае, это было бы уж слишком. Странные штуки всегда происходят не с нами, а с кем-то иным, что, скорее всего, и к лучшему. Тем не менее, вынужден признать, загадочная могила действительно словно в воду канула. «Давай поищем. Я не прочь, но в следующий раз уж время поджимает». Похоже, я все-таки нашел компромисс, и мы, миновав очередные тернистые непроходимые заросли, выбрались к воротам. Где-то в вершинах огромных вековых деревьев, громоздившихся ближе к середине кладбища, каркнуло дурным вороньим голосом. «Смотри, да вот же она!» Я обернулся на крик Вячеслава. «Вот она, вот, как мы ее не заметили!» Через чисто условный общий кладбищенский забор среди живописного хаоса ясно выделялся высокий знакомый черный обелиск с портретом. «А и верно, странно, мы ж там были и не заметили. А вот любопытно, если она захочет прийти в гости!» Поинтересовался Вячеслав. «С чего бы это? Впрочем, я к ней не заходил, в отличие от кое-кого. Зато ты рядом живешь. А вот ко мне ей надо еще дотопать. Не на электричке ж в самом деле она поедет!» Парировал Вячеслав. «Ну, подумаешь, пойдет пешком, если не спеша и без перерыва на сонный отдых дня за три дотопает!» Предположил я, стараясь спихнуть гостью. «Тем более, что она уже знает, что тебя все время тянет на ее могилу. Да и глазами за тобой следила, наверняка запоминая получше, чтобы уж наверняка ни с кем не спутать». «Нет, не думаю. Тридцать километров пути – это много. Тем более, что ей в этом случае придется двигаться днем». Выдвинул здравый аргумент Вячеслав. «Да кто ж знает, может, она быстро бегает. Молодая ведь». «Молодая, но ведь покойная. Куда ей там быстро бегать? К тому же у нас закрытая дверь общего подъезда. Металлическая». Мы еще некоторое время припирались, забавляясь поиском убедительных причин для невизита странной покойницы, персонально к себе, но потом разговор незаметно ушел в иные темы. «Более актуальные» на данный момент. «А потом...» «А потом я узнал, что произошло в тот день». Из рассказа Вячеслава. День оказался памятным, своей рабочей напряженкой. И к вечеру он прилично устал, ощущая, как груз дневных забот, буквально навалившись, смеживает отяжелевшие веки. «Да время-то уже...» «Почти полночь», – промормотал Вячеслав, выключая шумящий кулером компьютер. В комнате зависла звенящая тишина. Щелчок-тумблер настольной лампы, и вот уж в его, расположенную на двенадцатом этаже квартиру, заглядывают лишь высокие и далекие холодные звезды. Хлопок внизу ворвался в засыпающее сознание. Это лифт. Кто-то запозднившийся поднимается к себе. «Любопытно, кто это мог бы быть?» Лениво подумалось Вячеславу, естественно, знавшему многих соседей по подъезду. Однако... Лифт двигался, поднимаясь все выше и выше, и, наконец, остановился на его лестничной клетке. Дверцы с шипением открылись, и кто-то шагнул по направлению к его двери. Звуки четко были слышны в заснувшем доме. Вячеслав напрягся. «Гвости!» Шаркающий шаги у входной двери. Он, тихонько, стараясь не шуметь, поднялся с постели и прошествовал в коридор, где и замер, осторожно всматриваясь в дверной глазок. Перед глазами маячило знакомое лицо. Лицо девушки с кладбищенского барельефа. Проснулся он, как водится, в самый необходимый момент, вырываясь из замкнутого пространства спальни. Разумеется, никаких девушек, никаких барельефов. Все это оказался лишь сон, навеянный недавними дневными впечатлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok